Второй урок. Типы морских контейнеров. 2.1. ТТД контейнеров. Основные тактика, технические данные контейнеров ISO собраны в таблицу 2.1. ISO значит стандарт. Здесь представлены не все контейнеры, но основные. Запоминать не надо. Эта таблица будет в файле Word, который дублирует этот видеоурок. Аббревиатура контейнеров. Она у вас на экране. Назову лишь несколько из них. DC – Dry Cube – сухой контейнер. Или General Purpose – контейнер общего назначения, без вентиляции. HC – High Cube – увеличенный по высоте контейнер. Pallet White – увеличенный по ширине контейнер. Refer – рефрижераторный. Опять же таки, всю аббревиатуру вы найдете в конспекте. 20 DC или 20 Foot Equal Unit. Основа основ представляет этот контейнер. Стандартная двадцатка. Он у вас на экране. DC – Dry Cube. Металлическая коробка стандартного размера длиной 20 футов. Приблизительно 6,1 метр. Предназначенный для перевозки сухого груза массой до 28,2 тонн. Который может транспортироваться различными видами транспорта – автомобильным, железнодорожным и морским. Вес пустого контейнера – 2,2 тонны. 20 Foot Equal Unit также является условной единицей измерения вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов. На экране один из самых больших контейнеров – марка Поло. Берет на борт 4800 таких ящиков – двадцаток. А его грузоподъемность составляет 58 тысяч тонн. Pallet White. Этот контейнер предназначен для оптимизации перевозки или хранения товаров на европодонах. Размером 1,2 на 0,8 метров. Поэтому он немного шире, примерно на 5 сантиметров, чем стандартная двадцатка. Наружная ширина его составляет примерно 2,5 метра. По сравнению со стандартным контейнером, Pallet White может вмещать от 3 до 6 европоддонов больше. Вес пустого чуть больше – 2,3 тонны. На экране приведена вместимость в европоддонах. Благодаря шахматной компоновке выпирающих ребр жесткости, контейнеры Pallet White без всяких проблем соседствуют друг с другом в тире. Как и со стандартными, даже имеется небольшой зазор, поэтому к ним можно относиться как к стандартным контейнерам. 40 DC. Стандартная сороковка 40 DC или 40-футовый эквивалент – это металлическая коробка стандартного размера 40 футов. Отсюда и название. Приблизительно 12 метров. Предназначен для перевозки сухого груза массой до 26,6 тонны, которая может транспортироваться также различными видами транспорта. Собственный вес – 3,8 тонны. Она у вас на экране. Обратите внимание, грузоподъемность сороковки ниже, чем двадцатки. Ничего странного. 40 DC ровно в два раза больше, чем двадцатка. 20 DC. А материал и технологии изготовления одинаковы. Забегая немного вперед, скажу, что сороковку можно погрузить на две двадцатки. А вот наоборот, двадцатки на сороковку нет, так как 40 DC имеет только 4 фитинга под твистлоки. Тогда как для двух DC необходимо восемь. High Cube. Контейнеры с увеличенной габаритной высотой аналогичны по конструкции стандартным контейнерам, но они выше. В отличие от стандартных контейнеров, высота которых составляет 8 футов 6 дюймов, контейнеры с высоким кубиком высота 9 футов 6 дюймов, то есть на 1 фут больше. Контейнеры High Cube большей частью 40 или 45 футов. Двадцатки встречаются редко. Собственный вес также чуть больше, 3,9 тонны. High Cube рядом со стандартом отличить легко. Они у вас на экране. Одиночный High Cube выделяется полосатой, желто-черной маркировкой на топе. И стикером. На палубе High Cube не представляет затруднений, и к нему можно относиться как к стандарту, но при погрузке в трюм будьте внимательны при составлении грузового плана. При ошибке вы банально рискуете не закрыть трюм крышками. HC будет выступать за коммингс. И придется менять контейнеры в стаке, на что стивидоры идут крайне неохотно. 45 футов HC DC. Как правило, 45 футовый контейнер High Cube исполнения. Его емкость на 4 кубометра больше стандартного, поэтому применяется для хранения и перевозки крупногабарита. Его длина больше стандартной сороковки на 5 футов, по 2,5 фута в каждую сторону, после 40 футового фитинга. Он у вас на экране. Большой грузоподъемностью 45-ка не отличается от 40-ки, даже чуть ниже, 25,6 тонн. Вес пустого контейнера 4,8 тонны. Без проблем грузится на две двадцатки или на сороковку, как в трюм, так и на палубу, так как конструкция современных контейнеровозов предусматривает достаточную дистанцию между бэями. Сороковка легко встает и крепится на сороковые фитинги 45-футового контейнера. Вот двадцатки наверх не пойдут. Нет фитингов в средней части у сорокопятки для крепения двадцаток. Рифер. Реф-контейнер. Контейнер, оборудованный холодильной установкой. Служит для транспортировки грузов, чувствительных к температурам. В реф-контейнере можно поддерживать нужную температуру в диапазоне от минус 35 до плюс 30 с Цельсия. При этом можно обеспечить заданную влажность и состав атмосферы. Относительно, конечно. Рефрижераторные контейнеры бывают 20, 40 и 45 футовыми. Паллету вайт, а также хайкюб, как и стандартного исполнения. Рифер всегда белого цвета, как и контейнер с изоляцией. Грузоподъемность двадцатки 27 тонн, сороковки 27,9, 45 футового 27,3 и собственный вес от 3,1 до 5 тонн. Поскольку такие контейнеры имеют встроенную хладоустановку, требуют подключения к электропитанию, поэтому располагаются на палубе, недалеко от розеток, сокетс. И как можно удобнее для мониторинга, так как дважды в день в течение рейса будут проверяться. Контейнеры с открытым верхом Open Top предназначены для транспортировки негабаритных и специальных грузов, которые не могут быть помещены в тару обычным способом. Крыша ОТ-контейнера состоит из съемных и передвижных перекладин жесткости и тента, что позволяет погрузку-разгрузку тары через верх в использовании как двадцатки, так и сороковки. Других извращений нет, поэтому размеры соответствуют стандарту. Собственный вес контейнера и его грузоподъемность также близки к стандартным. Погрузка-выгрузка крепления как у стандартного контейнера, поэтому проблему экипажу не создает. Балк-контейнер. Балк-контейнер используется для перевозки сыпучих грузов, например, зерновых, кормов и специи, но могут использоваться и для перевозки генеральных грузов. Особенностью этого девайса является наличие двух систем люков, которые направлены на облегчение и ускорение погруза разгрузочных работ. Через верхнюю систему люков осуществляется быстрая газонтальная погрузка. Нижняя же система люков путем наклона ускоряет разгрузку контейнера, не применяя при этом живую рабочую силу. Дешево и сердито. Выпускаются как двадцатки, так и сороковки. Характеристики контейнера близки к стандартным, поэтому никаких проблем с погрузкой и выгрузкой креплением. Контейнер с дополнительными боковыми дверями. OpenSight. Это универсальный сухогрузный контейнер с дополнительными боковыми дверями для быстрой и удобной погрузки-выгрузки. Предназначен для перевозки генгрузов. Характеристики и крепления стандартные. Выпускаются как двадцатки, так и сороковки. Существует HighCube и OpenTop. При погрузке и выгрузке крепления экипажу проблем не создают. Танк-контейнер. Это универсальный контейнер, предназначен для перевозки жидких и газообразных грузов, химических либо пищевых продуктов. Почти все танк-контейнеры сделаны на базе 20-футовой контейнерной рамы. Контейнеры цистерны на базе 30-футовой рамы почти не производятся. 40-футовый танк-контейнера изготавливается редко, обычно применяются для сжиженных газов LPG, LNG. Вес пустой двадцатки до 2,7 тонны, сороковки 4,7. Грузоподъемность до 32 тонн. Это контейнер-тяжеловес, в зависимости от груза. Цистерна выполнена из нержавейки, поэтому тара не дешевая. Себе дороже повредить ее при грузовых операциях и не оформить damage report. Зачастую в танках везут опасный груз, о чем грузовой помощник должен быть предупрежден заранее, соответствующий Cargo Declaration. Поэтому при составлении грузового плана необходимо соблюдать секретгацию для опасных грузов, то есть в каких грузовых помещениях и какой класс можно размещать, как и их совместимость. Так как это тяжеловесный контейнер, следить за допустимой нагрузкой в стаке Permissible Stackway и не забывать о ротации, порядок разгрузки в портах. Разговор об этом более подробный еще впереди. Для вахтиного офицера необходима информация об опасном грузе и контроль с его стороны за погрузкой и выгрузкой. Стикер с опасным классом на контейнере обязателен. Танк от экипажа обслуживания не требует, но внимания и аккуратности – да. Контейнер-платформа FlatRack предназначен для перевозки негабаритных тяжеловесных грузов, где не важна пыли, влага, солнцезащищенность. Выпускается в 20-40 футовом исполнении, с жестко фиксированными и заваливающимися торцевыми стенками. Собственный вес – 24 тонны, а 40-ки – 5,7 тонны. Грузоподъемность – до 36 тонн. При составлении грузового плана старпому надо будет учитывать вес и габариты платформы, чтобы не раздавить контейнер ниже и невозможность погрузки ящиков рядом и выше, если груз на платформе негабарит. Об этом также поговорим позже. Пустые платформы складываются и транспортируются в стопки без проблем. Контейнер с пассивной вентиляцией. Выпускаются 20-ки и 40-ки. Характеристики стандартные. Еще их называют кофе-контейнер. Соответственно, груз кофе в зернах. Полуконтейнер. Half-height open top. Выпускаются 20-ки и 40-ки. Высота – 4 фута 3 дюйма. Метр сорок примерно. Грузы трубы, арматуры и т.д. Применяются редко. Контейнер с изоляцией. Существуют как 20-ки, так и 40-ков. Характеристики стандартные. Груз овощей, фрукты, не нуждающийся в низкой температуре. Проблем с погрузкой и выгрузкой, креплением никаких. Можно относиться как к стандартам. Резюме. Все семейство контейнеров ИСО универсально для перевозки минимум трех видов транспорта. Морского, железнодорожного, дорожного. Также для погрузки, выгрузки и крепления. Два. Сороковку можно погрузить на две двадцатки, а вот наоборот двадцатки на сороковку нет. 40 DC имеет только 4 фитинга под твистлоки, тогда как для двух двадцаток необходимо 8. 3. Хайкьюб контейнер. На один фут выше стандартного. Может создать проблемы при закрытии крышек трёма, поэтому требует внимания. Рифер. Располагается на палубе, недалеко от розетки. Требует постоянного внимания. Мониторится заданная температура, поэтому обычно выше второго тира его не поднимают. Флэтрек. Платформа может быть загружена тяжёлым, до 36 тонн, негабаритным грузом. Негабарит может создать проблемы соседям. Вы их просто не втисните. А на топ погрузка невозможна. Тяжеловес лучше ложить на крышку, чтобы избежать деформации нижнего контейнера. Удачи!